здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана гудвин винтаж продолжаем искать склад на различных свалках все что удается мне найти нарыть и откопать я показываю вам мои дорогие зрители сегодня хочу распечатать вместе с вами вот этот мешочек достался он мне всего лишь за 5 долларов и мешок этот ждал меня еще сутки купила вчера в общем то давайте будем распечатывать увидела в этом мешке то что меня всегда интересовало и интересует это аврора бареалис пусть бусины надеюсь что они в целости и сохранности общем только из-за этого я этот мешочек схватила ну в общем что тут еще есть давайте посмотрим разберемся да здесь сегодняшний ролик украшает небольшая часть моей коллекции это мои любимые кошки покажу быстренько вот такая кобальтовая кошка досталась она мне когда-то за один доллар но это просто чудесная вещица такая спящая кошечка еще одна спящая кошка это вот из такого ледяного стекла в такой же практически позе тоже так спит и она такая тяжеленькая следующая кошка прозрачная тоже из стекла мне кажется она похожа на какую-то ледяную скульптурку такая кошка тоже красивая с маркировкой но быстренько покажу меня просто зрительница попросила показать тела кошки какие у меня есть в целом я коллекцию большую вам показывала но по частям буду еще вам показывать кошечек вот это тоже чудесная кошка расписано вручную здесь у нее есть маркировкой я собираю кошек в любом так сказать исполнение тайван и вот здесь вот что-то еще написано так покажу всю красоту и необычность кошек какие у меня есть следующая кошечка вот такая прям черная пантера и у этой кошки мне кажется вот это даже не мордочка очень похоже на лицо здесь с таким колокольчиком с украшением и внутри есть слышите шарика она такая как гремит погремушка кошка тоже и что-то в общем написано непонятно но 1988 год все кошки моей коллекции винтажные в той или иной степени не следующая кошка тоже моя любимая кошка это кошечка в бабочках в цветочках тоже ручная роспись и здесь тоже есть маркировка 1986 год но все кошечки винтажные и просто чудно что они сохранились без сколов в общем как то так пусть украшают сегодняшний ролик а мы будем вместе искать клад тот пакет который схватила но как я уже говорила и ранее все меньше и меньше удается что-то интересное найти и пакеты вот такие на расхват в этот раз практически не было выбора схватила честно говоря самый крупный пакет остальные там были маленькие и в маленьких пакетах тоже бывают интересные вещицы но разбирать их не интересно а наша основная вернее моя в том числе надеюсь как и ваша основная цель это процесс поиска ну и конечно же тот результат который возможен а я вижу еще несколько вещей интересно вполне вот такая куча гора украшений и будем ее разбирать немножко отодвину кошечки мои прелестные тоже будут участвовать в сегодняшнем процессе но давайте начну с первого предмета который послужил именно причиной этой покупки аврора бареалис и это бусы у меня в коллекции много бус аврора бареалис и комплекты есть и кольца есть и серьги есть но никогда не пропускаю я именно вот это украшение с подобным напылением кто не знает аврора бареалис это как раз вот это напыление и это показатель того что украшение имеют возраст 1955 год именно в это время произошел такой интересный союз дизайна и формы то есть компания сваровский не помню как точно имя основателя вот этого напыления именно фурор и переворот в бижутерии произвело именно вот это скажем с это совместная работа и очень были популярны эти украшения но и сейчас это просто нечто неповторимое нитка как бусы из трех ниток такая очень интересная главное чтобы они были в хорошей сборке чтобы не перебирать их здесь я вижу что на сборку очень хорошо ложится так что в коллекцию как говорится прибыла так следующее вот часто такие пакеты в довес выкладывают много вот таких бус я даже не буду их распутывать это тоже как сказать эффект аврора бареалис видите здесь есть такое же напыление но это пластик это уже когда это более современный более дешевый вариант ну такие вот бусы я использую в качестве дизайна комнаты для декора их много наверное уже там полкилометра у меня таких бусус точно есть я вам прошлых видео их тоже показывал что здесь вот что это одна похоже нитка запутала распутывать не буду вот такое часто встречающиеся попадает так попался мешочек здесь похоже такой кулон буду открывать все подряд предметики тоже похожий кулончик у меня есть кулон с центральным кабошоном как это называется когда конусом вверх вылетело слово из головы вы мои дорогие зрители все конечно же знаете любитель винтажных украшений ну вылетело слово если буду монтировать видео напишу с амальгамой обратная сторона открытая но видно амальгама так тоже похоже что-то меня есть здесь по моему нет маркировки он такой массивный тяжелый что-то похоже на маркировку вот в этой части это просто спайка такая массивный мне кажется в таком что-то греческом стиле в индийском стиле такой массивный кулон думаю что на бусы его можно будет как-то приспособить так следующая пластик тоже бусы через узелок собраны не буду их никак разбирать просто для декора тоже идут в эту же в эту же кучку так следующая цепочка из черного металла ну цепочки всегда нужны честно сказать я использую много кулонов и какие-то цепочки сама начинаю подбирать под кулон и общем что-то такое интересное можно с этой цепочкой куда-нибудь ее приспособить так следующая вот эта тема тоже часто встречается это такой кулон из перламутра здесь вот тонированный перламутр у меня есть тонированный голубой по моему и более такой акцентный розовый более розовый более яркий такие вот часто 3 попадаются украшения но это как сувенирные украшения здесь такой бисер что-то замочек сломанный наверное стоит мне как-то собрать все вот эти украшения с такими кусками перламутра и что-то из них сделать но видишь дешево смотрится вот этот вот бисер ну что-то как-то снять а вот эти вот детали перламутровые они вполне себе интересны можно какое-то интересное колье собрать если посмотреть те украшение какие у меня есть и что-то интересненько из этого собрать ну так вот я как-то не надеваю такие украшения редко-прередко что говорится так но я знаю что я оставлю на шедевр сегодняшнего показывать последний мешочек и вот это то что я не заметила в этом пакете это говорится купила сильно на аврора бореались сейчас вижу что еще одна из достойнейших вещиц в этом пакете есть так и когда-то это стоило 4 доллара на кто не знает я ищу эти пакеты на свалках на эти свалки привозят все что не продалось на гудвиллах на гараж селлах тут еще и что-то типа маркировки здесь в общем все что не продалось никому не никому не оказалось нужным то и привозится на эту свалку затем я начинаю это все искать и там конкуренция большая скажу сразу с 40 вин 3 мои дорогие впервые встречаю именно кулон с эффектом перегородчатой эмали и чтобы это было сара ковентри но у сара ковентри свой какой-то стиль шарм в украшениях есть но так чтобы вот клоузаны было от 40 вин 3 меня впервые меня есть серьги я показывала в прошлом видео вам небольшую коллекцию именно с перегородчатой эмалью сейчас минутку достану меня такая есть идея мне кажется у меня есть серьги именно под этот кулон прошлом видео я показывал разбирала шкатулки показывала вам и рассказывала про технику клоузаны я знаю что все уже зрители кто давно на моем канале знают что это техника когда она основной элемент напаивается очень мелкая тонкая проволочка затем заполняются эмалью вот эти разделительные полосочки здесь вот гильоши техника где в голубая часть техники гильоши выполнен то есть эмаль наносится на неровную поверхность на брошированную поверхность в зависимости от того какой рисунок на этой поверхности на металле изображен либо просто брошировка красивая вот именно такой рисунок и будет на эмали сочетание отличное прекрасная так я сейчас хочу сначала рассмотреть этот кулон здесь родная цепочка или нет такое впечатление что родная цепочка хотя маркировки нет так и предположительно я к этим серьгам посчитала что хорошо подойдут именно вот эти серьги да я не ошиблась мне кажется я прям прям угадала угадала как вы считаете мне кажется очень хорошо серьги сюда подходят и вот оттенок вот сиреневого покрытия эмали тоже хорошо подходит мне кажется собрался комплект как вы считаете вы часто мне что-то подсказываете какие-то замечания делаете за это вам очень благодарна часто ваши подсказки мне помогают в определении комплектности в узнаваемость каких-то украшений в общем то на этот раз комплект совпал я считаю и ну и конечно жду ваших впечатлений что вы по этому поводу думаете есть конечно еще варианты вот этот вариант не подходит явно не подходит этот вариант тоже явно не подходит ну вот этот вариант тоже не подходит в общем я для себя определилась я думаю что вот это как комплект просто идеально посмотрите же подходит а я очень рада когда в такие неожиданные моменты случаются и собираются комплекты здесь вот кстати по брошировке они отличаются это когда это обратная сторона не суть важно кажется вот такой комплект собрался так ну и шедевром да как я посчитала сегодняшнего показа могу ошибаться самой не терпится это конечно рассмотреть все разгадки чтобы были так и это брошь тоже когда-то стоило 4 доллара и я вижу что здесь тоже есть маркировка это сюрприз марвелла я не знаю что это такое марвелла посмотрю в интернете информацию найду если вставлю вставлю текст информации если не найду мои дорогие жду от вас подсказок что чтобы это значило но с первого взгляда можно было бы сказать что это джермании но нет я думаю что это марвелла это что-то может быть испанская итальянская я не знаю в общем остается загадкой до тех пор пока я не сориентируюсь и не поищу информацию в интернете но брошь очень красивая она такая объемная ажурная даже не знаю что это за цветочки здесь вот есть даже патина конечно ее чистить нужно мне кажется эту брошь спасает лишь то что здесь нет вот каких-то вроде бы она такая сложно собранная но нет таких крупных элементов нет кристалликов нет вот каких-то кавашончиков но брошь просто чудесная мои дорогие за 5 долларов столько удовольствия столько эмоций я надеюсь вместе со мной тоже получили напишите как вам сегодняшние находки я очень рада конечно тем а вот забыл еще показать вот это что-то тут еще вывалилась но это такое что-то мелкое с потемневшими кристалликами так маркировки не вижу минуточку здесь до маркировки нет такая подвесочка очень мелкая в общем но я когда увидел эту брошь про все остальное совсем забыла так посмотрю все все ли я показал все да в общем сегодняшний шедевр на мой взгляд удался напишите свое впечатление что вам понравилось что не понравилось конечно вот эти вот предметы аврора бареалис брошь и кулон который собрался так неожиданно в комплект этому я очень рада мои дорогие всех люблю целую и обнимаю всем мира добра и красоты а с вами была оксана увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока